котляровым приветствует нашего замечательного соведущего и очень хорошего человека алексея всем привет у нас на связку сколько человек на 50 56 вот я все время алексей был озадачен потому что ты когда вот выдаешь про аргентину я как молоды ты на просто заслушаюсь вот этими удивительными вещами что благодаря алексея понимаю это прям как ну вы знаете я может громко скажу складывается такое ощущение что это совсем другая сота потому что ты я передам сейчас новую алексею когда вот он делился своими наблюдениями это вы знаете совсем другой мир которого мы с вами не видим там совсем другие грозы и возможно ветра и алексею передам слово он больше объемистей расскажет про аргентину пожалуйста на самом деле в аргентине то много народа бывало я ничего такого нового то не расскажу скажу что прямо сейчас даже в гостях несколько аргентинцев и в принципе я сам туда довольно регулярно езжу и многие люди туда ездят то есть то есть ну как сказать путь туда за конечно длинный целое можно сказать испытания но я уже говорил что получается что если есть говорят что из москвы сейчас вроде бы есть прямой рейс до буйнос-айреса но что-то все равно в основном наш народ летает через европейские города мне больше все понравилось летать через мадрид потому что там более-менее уравновешенная какая-то пересадка потому что до мадрида летишь часов там что-то 5 вот а потом от мадрида летишь хотя бы там 12 часов потому что если летать через франкфурт там до франкфурта конечно близко но потом 14 или 15 часов самолете это вообще триндец то есть ты там летишь летишь уже потом ноги затекли уже вообще с ума сошел в общем ужас полный уже лета часов через там нельзя 6 уже не знаешь куда сядет вот но точно могу сказать что про аргентину так что меня поражало особенно первый визит был потом второй третий четвертый и с каждым визитом я пытался как сказать объяснить для себя некоторые ситуации и пытался делиться с многими людьми кто там бывал из наших вот вот меня всегда поражал там какой-то некий такой какой-то оттенок запаха воздуха он совершенно другой вот чем здесь и еще и скажу что у меня всегда там было два-три дня такой тяжелой акклиматизации что именно вот прям ломало всего и причем независимо ни от чего все время хочется то ли спать то ли еще что то на общем все время ощущение что ты как будто куда-то реально в другое место попал хотя мне говорили что понимаешь алексей в каждой стране своя микро бактериологическая обстановка другая вода вот мол типа из-за этого все так вот странно но я скажу что сейчас не хочу тебя перебивать я опять ловлю себе на мысли помните уважаемые слушатели и зрители я неоднократно заявлял что даже в нашей соте миллионы сот каждый город подсот и каждая школа подсот и каждая назовем условно страна под сотой каждый континент подсот и поэтому скорее всего предположительно то местонахождение под названием аргентина имеет своего опять же шпенную структуру по поводу алексея кунгурова он рад бы был бы прийти но он улетел он очень огорчен тем что не может сегодня посетить нас но я думаю что котлеровым будет вещать и дальнейшем поэтому мы алексей кунгурова услышим до мне задают вопросы в чате алексей ты видел два солнца 34 луны два солнца я не видел 34 тоже не видел вот хотя я скажу что например я видел луну несколько раз значительно большего размера чем ну как бы ожидается ты вот я тоже смотрел канал что никакими способами рефракции это все не объяснить потому что луна реально там в полтора два раза больше чем сейчас вы видите алексей прошу прощения не все знакомы с терминами рефракция поэтому надо пояснить рефракция это искажение через атмосферу вроде как там идет преломление и такое еще его называют линзирование атмосферы то есть атмосфера в определенной толщине она приобретает свойства линзы и вроде как увеличивает значительно отображаемые сквозь них небесные тела вот но я что-то там читал такое что при такой рефракции и линзирование атмосферы все равно не 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 может получиться так чтобы луна была в полтора раза больше вот но это но я по крайней мере видел такую большую луну и скажу что да в южном полушарии небо выглядит реально как купол я еще тогда даже помню что ну я не знаком был с какими теориями тогда я все в официальное верил я помню что мы там с друзьями стоим смотрим небо ну реально просто как нарисованная над головой и просто отдельные объекты на небе выглядят как объемными то есть планета планеты некоторые какие-то крупные звезды вроде как выглядит как объемными то есть видно что они ну там мерцают то есть в принципе тела а все остальное небо выглядит как просто на куполе нарисована картинка вот это я видел и прямо ощущения что где-то близко то есть нет ощущение что это где-то совсем далеко вот это я точно этот роль да да подсказывает это николай нам говорит он не стоит реагировать на вопросы сергея ну мы пока может и будем реагировать я хочу другое сейчас алексей просто сейчас мне идея в голову пришла я все время верни все время благодаря твоей информации данным точнее это не информации то знание данные пытаясь понятие куда упирается патагония и потом понял что единственный способ который мне поможет открыть истинное положение вещей те люди которые находятся в самой так называемой южной части аргентины если они высококачественные бинокли подзорные трубы и что-то какую-то серьезную оптику увидят северное сияние на этом будет поставлена . ничего не слышно там юмор и сервисе они там нет а если углубиться никто же ты же говорил там невозможно там невозможно пройти очень глубоко не не пускать или и неправильно понял там просто такая зона полузакрытая то есть принципе это вроде как туристов зовут но я вот знаю это аргентинцев туда ну тяжело попасть то есть туда очень тяжелая транспортная доступность вообще железнодорожная сеть по южной америке развита слабо вот поэтому там все в основном решается либо автобусным либо машинным транспортом экономика там у них чахлая машин так особо немного только реально обеспеченные люди имеют машины вот у них принципе ну вот эта патагония воспринимается как в европе швейцария с точки зрения гор там озер альпов но реально про нее вот говорят что это как будто швейцария увеличенная там в сотни раз по площади а так в принципе там очень красиво горы озера вот там северного сияния но у меня много друзей кто в патагонию ездил и много туристов самые к сожалению там не был вот но постоянно углубиться я еще имею ввиду еще южнее продвинуться больше ими там южный черный огненная земля и все то есть до огненной земли но почти до огненной земли туда наши туристы доезжали но говорят что туда просто так вот все равно тоже не попасть нужно обязательно организованных группах туда пускают ну там и в принципе из-за изолированности самого места слабой развитости инфраструктуры то есть если что с тобой произойдет никто тебя там не спасет туда никакая служба спасения не приедет и вообще там ну сказать малая на 7 малая населенность очень ну я говорю там совсем почти ничего нет очень мало городов мало вообще чего-либо там есть дороги вот но вот но я не помню у меня где-то год 3-4 назад там какие-то мои друзья там даже погибли тоже из-за того что там у них какая-то авария произошла пока туда кто-то доехал там чуть ли не полтора дня прошло вот ну нет совсем закрытого там такого нет но я беру но так такие условия но вот как у нас предположим какой-то полуостров таймер официально не закрыт но туда хрен попадешь и съездишь то есть ничего туда не ездит и никак туда не добраться то есть я не знаю на вертолетах или еще как-то то есть можно но это будет просто герой геройство испытания это там может что-то случится что все равно в конце концов то не доедешь вот там вроде как есть по официальным данным какие-то мелкие населенные пункты но опять же со слов у туриста кто там был там постоянно плохая погода ездить туда не очень здорово ну то есть чем южнее тем там холоднее и там вот видимо из-за того что но не знаю как в общем там дует постоянный ветер то есть непрекращающийся ветер и плохую погу плохая погода там постоянно постоянно дождь постоянно ветер постоянно кисло вот облачность ну вот я даже слава тебе ролик присылал наши туристы там снимали там вот пингвины видны они правда не такие как королевские такие серенькие такие мохнатенькие пингвины но они там живут на огненной земле вот вот а что по поводу аргентины я говорю что кроме вот самого запаха и ощущение что что-то не так ну небо там хотя в принципе знакомые созвездия угадываются там где-то у горизонта видны наши созвездия даже иногда большая медведь появляется уже совсем над горизонтом но она как восходит и и заходит вот так в основном созвездия совершенно знакомые вот еще я вот говорил тебе что например осадки там и вообще атмосферные явления совсем не такие как у нас но реально принципиально друг другого но плана там дождь возникает как-то совсем ну там предположим да алексей имел ввиду что дождь может ливень проливной не денег и у нас а иногда неделями как из недели в индии по моему неделями у нас ливень как из ведра вот может пойти но реально вот прям как из ведра тут ощущение что просто там в небе кран открыли у нас такой ливень может идти 35 минут но 10 это уже прям совсем катастрофа он прям проливается и обычно сразу после этого такое как облегчение солнце обычно даже светит и все а там такой ливень он может идти несколько дней до недели и больше и он причем вот уже через два дня где-то вызывает такое уже слабое наводнение в городе так как вода не успевает никуда не стекать не уходить это через два дня такого ливня паре по улицам текут практически реки которые по щиколотку а потом когда он продолжает идти то некоторые районы бонес-айреса и окрестных территорий ну реально затапливает то есть там вода по пояс может быть для них это ну там они объявляют по радио что вот затопило затопило но как я понял для них это даже особое не стихийное бедствие это как сказать в норме когда такие ливни идут у них постоянно там что-то топит вот но это было для меня неожиданно потому что например при таком ливне не только гидрокостюм бы спас чтобы не промокнуть потому что чтобы ты не одел ты все равно будешь мокрым потому что вода снизу течет огромными потоками сверху течет просто совершенно стена воды что опять хорошо алексей а вот как летний дождь или промозглый такой холодно в том-то и дело что не летний дождь у нас такой ливень может произойти только после сильнейшей жары летом но такой вот у них такой ливень как раз может идти в августе а в августе там реальный колотун там предположим но днем может быть там плюс 10 плюс 15 но там зависимости от сезонов вот то есть август это аналог аналог нашего января или декабря аналог нашего декабря у них там вот где-то на юге там уже снег выпадает в это время но в бонесаресе но я вот говорю что бонесарес по меркам ощущений что это как краснодар наверное вот так ощущается мной вот то есть там летом до 40 может быть ну реально жарко а вот зимой их там может быть и плюс 5 но в среднем там плюс 5 где-то температуры зимой но теоретически иногда может потеплеть до плюс 10 но говорят что когда я там не был но как-то там писал мне кто-то там было однажды минус даже даже снег выпал но это для них очень большая редкость вот так вот интересно что этот ливень который вот идет стеной он идет в августе в это время на улице может быть например именно как раз плюс 5 или плюс 7 или плюс 10 то есть принципе холодно и так и когда этот дождь идет то совершенно нереально плюс у них там еще нет центрального отопления в домах совершенно холодно сыро и жутко но может каких-то богатых районах там по-другому но я вот жил в районах как сказать среднего класса кстати вот я вот когда всю жизнь вот много езжу по всем странам там практически ну был от аргентины до японии но и по всей россии я никогда в жизни не ездил в качестве туриста я всегда ездил по работе поэтому я более объективно могу говорить про жизнь какую-то потому что я именно прям живу как обычный гражданин там то есть я общаюсь с населением хожу в магазины как все работах хожу на работу езжу везде то есть никто меня не опекает никто за мной не присматривает мы там сливаемся с народом поэтому полностью все мои сведения объективны они лишены раду радужности вот как когда туристы приезжают они конечно купили путевку пятизвездном отеле живут им все хорошо за ними туристы какой-то руководитель заезжает их опекает их не преследует никто а вот когда я езжу и тоже в той же аргентине точно также подвергаясь риску бандитского какого-нибудь нападения быть ограбленным а вот вопрос да значит получается ты только не не только на территории города был ну и ты еще был знаком скажем так с природой и вопрос заключается в том а видел ли или знаешь ли а каких-нибудь животных которые бы мы не сталкивались в общепринятом плане или что-то в этом духе там принципе животные такие же как наши получается но я был там и в аргентинском буйнос-аэрском зоопарке очень хорошо да совсем другого я не видел от не так как австралия просто колоссально такого нет там единственно насекомые другие совсем но я списываю на то что мы предположим вот насекомые там тараканов я сам видел размером с ладонь то есть там они здоровые реально тараканы и тараканоподобные такие субъекты они там ползают не только по квартирам они ползают даже на улице и они еще и летают вот и выглядит довольно омерзительно эти тараканы размером с ладонь то есть я сам замерял они где-то так с полностью тротуарную плитку длиной тротуарная плитка которая 15 на 15 сантиметров то есть вот длина таракана где-то 10-12 а то и 15 сантиметров некоторые вот этих я насекомых видел и омерзительно жутко они как как раз и называют кукарача кукрач как-то так они называют их вот потому что вот это кукарача это не таракан кукарача это именно вот эти здоровенные насекомые которые на тараканов похожи они там ползают ну и кроме них еще много других насекомых ядовитых каких-то пауков жутких размеров особенно там в лесах растения там другие совершенно предположим я помню там вот у них много по городу и в том числе в пригороде предположим ты издали кажется что это рощица рощица деревьев то есть это целая поляна как будто засажена деревьями а когда ты вблизи подходишь что это может быть вообще всего одно дерево или может быть два дерева то есть это ну такой как баобаб у него листья как фикуса толстые очень так с миллиметров семь или почти сантиметр толщиной когда их надломаешь оттуда течет такой белый сок он прям капает аж прям но он ядовитый насколько я понял что нельзя эти листья есть вот и само дерево мы замеряли но наверное для того чтобы его обогнуть наверное понадобилось бы человек 30 то есть принципе дерево ну даже не знаю сколько там оно навскидку метров 30 наверное в диаметре если не 40 то есть вот он она просто огромное может быть издали выглядит как рощица то есть иногда этот ствол такой как составной как будто бы то несколько сросшихся деревьев выглядит но в принципе это все одно дерево вот таких деревьев там много они как бы охраняется иногда бывает обнесены заборчиком вот и поэтому одно дерево или два дерева то и три дерева выглядит как маленький лесок уже или рощица вот такие деревья но вот я говорил про дождь еще что кроме того что дождь там кто-то пишет что всего там 10 минут харьков делает непроездным но вот я тоже вот говорю что такой вот ливень он в течение дня затапливает бонес-айрес а уже вот когда он льет неделю то то там для них это просто ну там некоторые районы полностью закрываются их просто затапливает то есть вода достигает по пояс вот так вот еще но игры что при этом на улице холодно это не тропический ливень который после жары там наступает а именно вот в августе когда реально холодно и в этот момент я говорил что там еще молнии такие странные то есть небо вот этими молниями покрывается как кровеносными сосудами то есть сполохи молнии не кратковременные доли секунды пока ты моргать успеешь и потом все погасло один сполох переходит в другой постоянно и может длиться дать до 10 секунд где-то наверное и небо как дрожит и трясется и при этом становится совершенно белым и при этом вот эти все ну как вот молнии они не одна какая-то вот как зигзаг а просто очень много ну наверное там несколько десятков я может быть даже больше под сотню наверное вот таких вспышек одновременных и они покрывают все небо полностью и ощущение но я говорю что когда с непривычки аж суеверный ужас охватывает какого-то армагеддона потому что время льет сильнейший ливень но при этом все молнии еще видны очень все дело молнии видны и я вообще не пойму откуда столько воды там может даже лица вот сейчас я просто когда почитал то теперь я поверю что вода скорее всего льется не из туч как будто кто-то купол открывает там или в каком-то месте кран потому что столько воды невозможно откуда-то придумать откуда на в тучах может столько воды быть очень не представляю вот ну и молнии вот такие ну и вообще такое игру постоянное ощущение что конечно мы попадаем совершенно другой мир хотя я говорю что там вот в зоопарке там всякие лани антилопы там крокодилы крокодилов много тигры есть очень много водоплавающих всяких уток но все они похожи на наших в общем-то архитектура города похожа на европейскую на итальянскую а-ля австрийскую даже где-то москву напоминает бонус айрес ну и все полностью белое население негров там почти нет негров даже еще реже на р чем в россии встречаются там совсем нет негритянского населения там очень много латиносов из перу но они все занимают социальную нишу наших цыган они что-то там бродят по улицах что-то тырят и как бы составляет криминальную основу бонус айреса вот а так в основном это бывшие итальянцы испанцы и немцы вот все белые блондинов много но вообще-то более-менее так такое мое впечатление до изучают чат так я не знаю где молнии строк по сфере тут много таких вопросов но при тоже тоже сергей авдосевич задает на каждый из которых можно очень долго обе отвечать вот можем либо формировать нашу реальность можем формировать конечно титаник не тонул он благополучно достиг соседних земель и пассажиры все остались живы бермудский треугольник 50 процентов кавычках погибших самолетов и кораблей достигли соседних земель олаф янсен из произведения дымчатый бог рыбак со своим сыном видел именно эти земли легендарные герои из произведения санник также достигли этих берегов нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах адмирал берн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов а а а а Продолжение следует...